Трагедия в Ак-Тубе. Десятиклассника сбили насмерть на пешеходном переходе возле больницы скорой медицинской помощи. Врачи просто не успели его спасти. Мама погибшего боится, что водитель, виновный в смерти ее единственного сына, может уйти от ответственности. О чем она просит в своем видеообращении, расскажет Лайла Уесова. Трагедия случилась вот на этом месте. От лет шел в гости к бабушке. Он всегда переходил здесь дорогу. Но в тот роковой вечер, когда до тротуара ему оставалось сделать всего пару шагов, на полном ходу его сбил огромный внедорожник. Удар был такой силой, что подростка отбросила на несколько метров. Шансов выжить у него не было. От лету было всего 15 лет. Эти жуткие кадры сняли в первые минуты после смертельного наезда. Случайные свидетели комментируют происходящее и показывают лицо того, кто сидел за рулем черного джипа. Под его колесами погиб 15-летний подросток. Убитая горе-мать не может поверить, что горячо любимого сына больше нет рядом. Женщина одна воспитывала двоих детей. От лет был младшим в семье, учился в 10-м классе. Призер Олимпиад по информатике, он мечтал стать программистом. По словам мамы, ее долго не пускали к телу сына. Она опознала его по носкам. Когда вышел вот этот человек, он не раскаялся, что он совершил ДТП и начал, оказывается, звонить по телефону. Он даже не подошел, говорят, к нему. Да, здесь щегол выбежал. Сейчас очнется и станет, и пойдет. Оказывается, первые слова были его, вот этого виновника. Я теперь хочу, чтобы он взял по всей возможности наказание, чтобы он сел. Я по слухам слышу, что его отец депутат. Как рассказывают родные погибшего, водители двух машин устроили гонки. Но камеры уличного видеонаблюдения на улице Пацаева в тот день не работали. Поэтому в полиции эту информацию еще проверяют. К слову, в районе БСМП очень интенсивное движение. Потому что в больницу едет большой поток машин, в том числе и кареты скорой помощи. Однако спасти подростка не удалось. От полученных травм он скончался до приезда медиков. Следователи выясняют, почему 32-летний водитель джипа не уступил дорогу пешеходу. Начато досудебное расследование по факту дорожного транспортного происшествия по статье 345, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Но мать погибшего считает, что влиятельные родственники виновника ДТП могут помешать расследованию. Она попросила помощи у президента страны. Ее сына-адлета похоронили в родном ауле Харахобда. Лайла Уэсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК 42, Октубе.